52-й дом по улице Гагарина еще несколько лет назад был самой окраиной Мозыря. Сегодня вокруг немало новостроек. Рядом строительный городок управления механизацией транспорта 156. Именно отсюда рабочие расходятся по своим объектам. Жильцов и строителей разделяет небольшая дворовая территория. Такое близкое соседство большинству живущих в пятиэтажке не нравится. Люди жалуются на дым, который идет, когда бытовые вагончики отапливаются, и шум техники, особенно при погрузке-разгрузке материалов. Летом пылище. Вон щебенку привезли, грузят, шум. Вечно туалет, дверь у них не висела, воняет летом. Постоянно машины, шум. Сегодня они буржуйки топят. Дымище, невозможно окно даже проветрить, открыть. Строительный городок переехал на это место примерно год назад. И за это время у одной из сторон накопилось немало претензий. Болото у нас постоянно здесь. Распомбили дорогу, смотрите, что тут делается. Окна невозможно открыть. Вся окопа техния идет в квартиры. Невозможно. Строители говорят, благодаря этому городку у других людей появляется собственное жилье. Да и объективное требование своих соседей они всегда выполняли. Диалог и на этот раз оказался вполне конструктивным. Я не против жильцов. Они требуют вполне законно. Но они много чего не знают. Вот это четвертый район. Мы разместили этот городок. Поэтому строительство ни одного дома. Мы строим здесь 10 домов и генподрадчики. Мы выполняем полностью 100% инженерные сети. Это вода, канализация и теплотрасса. И электрическую часть. Самый оптимальный вариант получился здесь. Потому что здесь вроде бы поле есть, вот здесь мы проложили коллектор. Вроде бы свободный городок не поставишь. Здесь есть пятно застройки школы. Но там мы перевернули в ходе строительства этого микрорайона около 50 тысяч кубов земли. Поэтому места здесь практически свободного нет. Мы положили здесь около 10 тысяч квадратных метров, квадратных плитки. Около 30 тысяч асфальта. И одна база. Жильцы подошли, сказали. Много транспорта здесь, автосамосвалов. Мы убрали. Сегодня в нас ночует здесь. В ночное время два погрузчика, я сказал, это максимум. Днем рабочих здесь не находятся. Вот в данный момент ни одного человека нет. Они только утром передаются и уходят по объектам, по микрорайонам. И вечером приходят. На самом деле здесь только два вагончика отапливают. Это сторожевая и вагончик для рабочих. Больше отопления нет. Вопрос. На сколько лет мы будем с вами соседствовать? Нет, уже немного. Я скажу максимум. Мы рассматриваем вопрос даже до Нового года. Можете и съехать отсюда. Своё насиженное место строители решили оставить, дабы не разжигать ненужный никому конфликт. Строительный городок переедет в микрорайон Южный в самое ближайшее время. Тем более, что свою миссию здесь строители уже практически закончили. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Музырь.